Мир не стоит на месте. Мир не стоит на месте. Мир не стоит на месте. В этом уютном гостеприимном зале на нашей традиционной, ежегодной, уже 28-й церемонии награждения журналистов по итогам 2021 года премии «Экономическое возрождение России». Вновь мы собрались здесь, чтобы честовать наших лауреатов, победителей, подвести итоги минувшего года и поздравить лучших журналистов страны. С приветствием в адрес гостей и участников всероссийского конкурса журналистов обратилась председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. В своем приветствии Валентина Матвиенко отмечает, что многие годы ТПП РФ объединяет и поддерживает на своей авторитетной площадке самых активных и талантливых журналистов, освещающих вопросы экономики и предпринимательской деятельности в нашей стране. Для российского информационного сообщества участие в конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России» является символом профессионального успеха и общественного признания, а победа в нем – стимулом для новых достижений. Сегодня для формирования информационной повестки в сфере социально-экономического развития и создания беспристрастной картины происходящего как никогда требуется ответственность и честность, принципиальность и активная гражданская позиция журналиста. С приветствием в адрес гостей и участников всероссийского конкурса журналистов обратился также председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин. В своем послании Вячеслав Володин отмечает, что читателям всегда интересна информация о социально-экономических процессах, происходящих в нашей стране и за ее пределами. Востребованность издания во многом зависит от качества и объективности материалов. Немало примеров, когда именно после журналистских публикаций проблемы обретают общественное звучание и принимаются конкретные решения. Своей работой журналисты вносят вклад в улучшение жизни граждан стран, говорится в приветствии. Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Союз журналистов России сердечно приветствуют и благодарят генерального партнера конкурса «Банк Международный финансовый клуб», официальных партнеров конкурса «Публичное акционерное общество «Фосагра», открытое акционерное общество «Российские железные дороги», деловых партнеров конкурса «Акционерное общество «Экспоцентр»» и «Публичное акционерное общество «Центр международной торговли», а также генерального информационного партнера конкурса «Агентство экономической информации «Прайм Тайм» и «Прайм» всех информационных партнеров церемонии награждения, а также нашего гостеприимного хозяина «МИА», Россия сегодня, на площадке которого вот уже в восьмой раз проходит эта церемония за активное содействие в проведении конкурса и церемонии награждения его победителей. Для открытия церемонии награждения лауреатов Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» на сцену приглашаются президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Николаевич Катырин и генеральный директор «МИА.Россия сегодня» Дмитрий Константинович Киселев. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, ну как уже было сказано, 28-й раз мы подводим итоги и вместе с Союзом журналистов и при активной поддержке «МИА.Россия сегодня» мы это в очередной раз сегодня будем делать. Я должен вам сказать, что Торгово-промышленная палата, вся система Торгово-промышленных палат, потому что у нас их 180, не только Российская палата, очень дорожит этим конкурсом. Ну, во-первых, мы все считали, считаем, я полагаю, будем считать дальше, что без журналистов ни одно объединение предпринимателей, никакое предпринимательское сообщество отстоять и продвинуть свои интересы никогда не сможет. Только с помощью журналистов мы можем продвигать наши идеи, убеждать депутатов Госдумы, убеждать население, убеждать тех, кто руководит процессами на региональном, муниципальном, федеральном уровне, работать через них, и я должен сказать, что многие из вещей, которые нам удалось продвинуть, мы продвинули с помощью средств массовой информации. Так было с первым законом о малом бизнесе, с которым мы бились даже не один год, но при активной поддержке, постоянном внимании со стороны средств массовой информации мы убедили и депутатские корпусы, и те, кто работал в министерствах и ведомствах. Я могу много примеров приводить по тем законодательным актам под законом, которые мы продвигали вместе с вами, вместе с журналистами. Мы очень благодарны этому конкурсу еще и потому, что, конечно, он охватывает все регионы Российской Федерации. Сегодня в этом конкурсе участвовало в этом году 78 торгово-промышленных палат. Это 360 почти, 359, если точно, по-моему, работ, которые были присланы сюда. Это отклик от журналистов, отклик от тех, кто работает на муниципальном уровне, в газетах муниципальных, в средствах массовой информации, те, кто говорит, те, кто показывает, в электронных. Представлены практически по всем направлениям наши журналисты. И мы благодарны всем им за то, что они участвуют в этой работе, за то, что они участвуют в этом конкурсе, откликаются на наше приглашение поучаствовать в конкурсе. И, конечно, сегодня мы будем заслуженных победителей чествовать сегодня здесь, на этой сцене. Ну и, конечно, мы понимаем, что это небезопасная профессия. И не только там, где идут бои, не только там, где происходят такие военные столкновения. Она даже для тех, кто экономическую тематику прописывает, тоже небезопасна. Мы об этом знаем, не понаслышке. И иногда она становится еще не менее, а может даже иногда более опасной, потому что не знаешь, откуда тебя ударят. Если там все понятно, там враги здесь наши, то здесь не всегда прописывая проблемы экономические, видят до конца, кто за какими теневыми структурами стоит и чем это может грозить. Мы очень благодарны всем нашему журналистскому сообществу. Сегодня я очень хочу поблагодарить, в первую очередь, всех журналистов за то, что они работают с нами, помогают нам, бизнесу Российской Федерации. Я хочу поблагодарить, конечно, Союз журналистов за нашу совместную работу, Дмитрия Константиновича за то, что он нас поддерживает постоянно. В последние годы мы здесь проводим все мероприятия. Хочу всем сказать большое спасибо. Поздравить всех, кто будет сегодня награжден. И заслуженно, я полагаю, награжден. И пожелать, конечно, всем успехов, удачи, но в любых других конкурсах, не только в нашем. Спасибо. Дмитрий Константинович, вам слово. Ну что, деловая журналистика, как и вся страна, оказалась сейчас в совершенно новой ситуации. России придется изменить свою экономику, изменить характер своей экономики и больше опираться на свои силы. И для нас, и как для всей страны, так и для деловой журналистики это, конечно, большой вызов. Это вызов именно созидательной работы в новых условиях. Важнейшая тема – импортозамещение. И всем будет интересно об этом читать. Читать о том и смотреть на то, как и что мы можем сделать сами. А мы можем очень многое. И это будут вдохновляющие материалы. И нужно помогать тем людям, которые будут заниматься именно этой темой, созданием новых продуктов внутри России. Потом, после окончания специальной военной операции, по ходу, уже после демилитаризации Украины, по ходу деноцификации Украины, а эту задачу никто не снимал, придется, конечно, восстанавливать экономику Украины на новых началах, уже с разворотом на Россию. Придется восстанавливать там всю инфраструктуру, налаживать нормальную жизнь. И, конечно, здесь тоже будет большое поле для творческой деятельности, деловой журналистики. Потому что, конечно же, придется строить новую экономику, это совершенно понятно. Потому что это уже наша ответственность. Потому что Запад будет делать все для того, чтобы нам вставлять палки в колеса и здесь. Но Украина – это мы. Независимо от тех форм государственности, которые там будут, мы – это наши люди, и нужно будет всем помогать. Так что это большой цивилизационный путь, который мы будем проходить вместе с нашей страной и с нашим народом. Поэтому мы верим в успех, наше дело правое, мы здесь победим и вот в короткой перспективе, и в долгосрочной перспективе тоже. Поэтому будем работать вместе. И я поздравляю всех, кто является лауреатом этого года. Надеюсь, что вот и лауреаты, и все те, кто будут идти за вами, будут соответствовать тем задачам, которые стоят сейчас перед Россией и перед деловой журналистикой. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Дмитрий Константинович, не уходите, пожалуйста. Мы переходим к вручению наград победителей. И начинаем мы нашу церемонию с вручения гран-при конкурса «Лучшая история предпринимательского успеха». За цикл материалов в рубрике «История предпринимательства» об истории известных предпринимателей прошлого века – Шибаевых, Губиных, Залагины, Концовых и других – в номинации гран-при конкурса «Лучшая история предпринимательского успеха» победителем объявляется журнал «Деловой округ Восток. Город Электросталь». Мы изначально старались быть полезными для бизнес-сообщества Восточного Подмосковья. То есть быть журналом о бизнесе, и про бизнес, и для бизнеса. Пандемия, карантины, санкции – это, конечно, стало достаточно тяжким испытанием для нас. И мы все очень рады, что мы все смогли преодолеть и по-прежнему выпускаем наш журнал. Диплом и приз получил главный редактор издания Юрий Сергеевич Ластов. А теперь мы переходим к номинации «Лучшие федеральные средства массовой информации». За высокий профессионализм и традиционно высокое качество информационных и аналитических материалов, освещающих актуальные вопросы экономической жизни страны, в номинации «Лучшие федеральные средства массовой информации» победителем конкурса объявляется газета «Российская газета». Внимание на экран. Российской газете 30 лет. За это время мы стали частью истории. Но будущее не ждет. Оно пишется каждый день. И миллионы читателей по всей стране хотят получать самую актуальную и проверенную информацию на бумаге и в интернете. Новости бизнеса, экономики и культуры. Вот уже 30 лет. И это только начало. Диплом победителя получает заместитель главного редактора издания Елена Анатольевна Березина. Город Москва. Ну а мы переходим к награждению в номинации «Лучшие региональные средства массовой информации» за профессиональное и аналитическое освещение актуальных вопросов развития экономики региона и страны в целом, грамотное освещение всех сторон предпринимательской деятельности в регионе. В номинации «Лучшие региональные средства массовой информации» победителем конкурса объявляется газета «Новости Югры» «Город Ханты-Мансийск». Внимание на экран. Для газеты «Новости Югры» это очень значимая награда. Наш регион традиционно является локомотивом роста экономики нашей страны. Публикации, которые готовила наша газета и которые были отправлены на конкурс, были посвящены новым технологиям. Мы приглашаем победителя на сцену. Диплом и приз получает главный редактор издания Владимир Иванович Меркушев. Ваши аплодисменты победителям приятно. Спасибо большое. За цикл материалов рубрики «Мое дело», рассказывающей о проектах малого и микробизнеса Новгородской области в различных секторах экономики региона, в номинации «Лучшие региональные средства массовой информации» победителем конкурса объявляется газета «Новгородские ведомости. Город Великий Новгород». Для каждого издания, для каждого журналиста есть три типа признаний. Признание читательской аудитории, признание героев своих материалов и, конечно, признание профессионального сообщества. Для журналиста, пишущего на экономические темы, конечно, важно писать профессиональным языком, со знанием своего дела. Диплом и приз получает главный редактор издания «Свинцов» Игорь Александрович. За профессиональное и аналитическое освещение актуальных вопросов развития экономики региона и страны в целом, грамотное освещение всех сторон предпринимательской деятельности в регионе в номинации «Лучшие региональные средства массовой информации» победителем конкурса объявляется газета «Наш Красноярский край». Город Красноярск. Внимание на экран. Мы действительно писаем, пишем и будем писать для наших читателей, для жителей деревень, сел, городов. Мы будем рассказывать о мощном Красноярском крае и экономически сильной России. Диплом и приз получает главный редактор издания Акентьева Инесса Геннадьевна. Конечно же, фотографии на память – это важно. Давайте поаплодируем нашим победителям в этой номинации. Спасибо большое, Сергей Николаевич, Дмитрий Константинович. Спасибо. Просим вас вернуться на свои места. Ну а мы продолжаем нашу церемонию. И по сложившейся традиции знакомим вас с работой СМИ разных регионов страны. И представляем вашему вниманию ролик о радиостанции «Радио-1», которая два года назад стояла на этой сцене, а сейчас празднует юбилей. Внимание на экран. «Радио-1. Голос Подмосковья». «Радио-1» – единственная в нише регионального информационного радиовещания и старейшая радиостанция Московской области. 14 августа 1932 года было принято решение о создании Московского областного комитета по радиовещанию. С тех пор станция жила одной жизнью с Подмосковьем. В период индустриализации и подъема сельского хозяйства. В трагические и вместе с тем героические годы Великой Отечественной войны радиостанция была информационным источником, который рассказывал о событиях на фронтах. Вещание не прекращалось даже в те дни, когда фашистские войска стояли у стен столицы. Восстановление страны и области в послевоенные годы, успехи и достижения – все это освещалось в эфире. «Радио-1» «Радио-1» работает в интереснейшем регионе. Обширная ежедневная повестка событий находит свое отражение в формате радиостанции. Линейный эфир, авторские программы, эксклюзивные интервью, прямые включения и специальные репортажи. Все это составляет эфир «Радио-1». Делает его живым, динамичным и интересным. Открытая студия в Доме правительства Московской области. Площадка для прямого разговора с региональной властью и представителями бизнеса в Москове. Совокупный охват аудитории «Радио-1» в Московской области составляет 5 миллионов человек. «Радио-1» в постоянном взаимодействии с бизнесом региона. Станция занимает первое место среди СМИ Московской области в рейтинге медиалогии. Мы лучшие региональные СМИ в экономической журналистике по итогам всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России 2020 года». «Радио-1» поддерживает значимые экономические, культурные и спортивные проекты. Международный музыкальный фестиваль Петра Ильича Чайковского в Клину. Джазовые сезоны Игоря Бутмана. Международный фестиваль «Лето-музыка-музей». Гастрофестиваль «Сыр-пир-мир». Фестиваль «Забег» и многие другие. «Радио-1» всегда рядом со своим слушателем. Давайте своими громкими аплодисментами поздравим эту замечательную радиостанцию с юбилеем. И мы продолжаем. Для вручения наград в номинациях «Лучшие региональные средства массовой информации» на сцену приглашаются председатель Союза журналистов России Владимир Геннадьевич Соловьев и вице-президент ТПР России Максим Альбертович Фатеев. Уважаемые коллеги, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас от имени Союза журналистов России. Для нас этот конкурс также очень важен, потому что деловые СМИ – это значительная и весомая часть российских средств массовой информации. Я хочу поблагодарить, как всегда, наших коллег, наших партнеров из торгово-промышленной палаты, с которыми мы много лет тесно сотрудничаем и с которыми мы вместе спасаем нашу отрасль. Так было два года назад, когда мы написали большое письмо в правительство, и после этого более 30 тысяч СМИ смогли получить помощь. И сейчас мы собираем предложения, большой пакет предложений, которые, я надеюсь, Сергею Николаевичу Мкатырину мы в ближайшие дни подпишем и отправим во все нужные и важные инстанции, потому что, да, мы с вами живем в очень непростой исторический момент, в переходную такую эпоху. И то, о чем говорили здесь коллеги, действительно, вызов, который стоит перед нами, он невероятный. И действительно, хотелось бы заглянуть, что будет через год на 29-м подведении итогов этого конкурса, как мы с этим справимся. Но я очень надеюсь, что мы все с этим справимся, все у нас получится, и мы сможем продолжать экономическое развитие России. Уже, кстати, видно, что по первым итогам прошедших нескольких недель укрепился рубль, и, в общем-то, все возвращается на какие-то исходные позиции, поэтому Россия достигла высокого уровня экономического развития. Я думаю, она пойдет гораздо дальше, и мы вместе с ней. Я от всей души хочу поздравить участников и, конечно, победителей этого конкурса. Всем удачи! Спасибо, Владимир Геннадьевич. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги нашей региональной палаты, уважаемые коллеги региональные журналисты, я к вам тоже так могу обращаться, потому что более 10 лет являюсь тоже членом Союза журналистов России. И я хотел бы поблагодарить вас за ту невероятно сложную работу, которую каждый из вас делает. Коллег из торгово-промышленных палат, что вы смогли организовать эту работу. Нашли общие темы, нашли точки соприкосновения с своими региональными средствами массовой информации, смогли их объединить вокруг себя, создать деловые пресс-клубы, создать ту атмосферу, когда пресса потянулась к вам. А вас, уважаемые коллеги, журналисты, за то, что вы доверились, доверились нашим коллегам там, на местах, кто работает на земле, кто знает, как прекрасно, как устроено, прекрасно знает, как устроен тот регион, то муниципальное образование, как живет там деловой мир, как живет общество, как живет потребитель, как живет власть. Вот вы доверились и стали принимать участие в нашем замечательном конкурсе. 28-й раз. Я с тем словом, которые были уже сказаны, присоединяюсь, время чрезвычайно непростое, но интересное, чрезвычайно интересное для нас, кто занимается бизнесом, кто занимается поддержкой бизнеса, кто в итоге помогает нашей стране пережить любые времена. И вам, уважаемые коллеги, журналисты, которые вы становитесь не только описывателем, не только оставляете свидетельство этому сложному, очень интересному, прорывному времени, но вы принимаете в этом большое-большое участие. Своим словом, поддерживайте тех, кто сейчас находится и на поле брани, и в цехах, и творит новое экономическое возрождение России. Спасибо вам большое. Искренне поздравляю. Спасибо большое, Максим Альбертович, Владимир Геннадьевич. Давайте вместе продолжим награждение наших победителей конкурса журналистов в номинации «Лучшие региональные средства массовой информации». За редкий энтузиазм, любовь к делу, креативный подход и профессионализм, проявленные при освещении всех сторон жизни и развития области и своего района, в номинации «Лучшие региональные средства массовой информации» награждается газета «Призыв». Поселок Борисовка, Борисовский район Белгородской области. Внимание на экран. Я родилась и живу в Борисовке, поэтому знаю многих земляков и очень люблю свою малую родину. Диплом и приз получает исполняющая обязанности главного редактора газеты Ирина Юрьевна Корнаухова. Уважаемые победители, вы можете кроме того, что сфотографироваться на память, еще и сказать несколько слов, если будет такое желание. Можно просто снимать, да? Да. Я хочу сказать огромное спасибо за то, что нас оценили. Мы действительно глубинка. Мы сейчас, правда, находимся еще на границе с Украиной. Не сейчас, а в принципе находимся на границе с Украиной. У нас очень тяжелая обстановка, но мы победим. Я надеюсь, что мы здесь тоже первый раз, но не последний. Огромное спасибо организаторам, всем участникам, всем удачи, крепкого здоровья и побед. Спасибо. Спасибо. За представленный на конкурс проект медиахолдинга «Кузбасс» и «Центр мой бизнес» в Кузбассе шоу-проект «Не твой бизнес» в номинации «Лучшие региональные средства массовой информации» награждается телеканал «Десятка» «Город Кемерово». Безусловно, для нас это большое достижение, особенно если учесть, что победили мы в номинации «Лучшее телевидение», потому что та команда, которая собралась на «Десятом канале» сегодня, это действительно единое целое. И для нас очень важно победить не индивидуально, лично, а именно всем вместе, дружно. Поэтому для нас это верное доказательство, что мы на нужном пути и движемся в правильном направлении. И опять же, хорошая мотивация, чтобы придумывать новые проекты, осуществлять их еще более интересные, еще более конкурентоспособные, потому что нам понравилось быть первыми. Диплом и приз получает корреспондент отдела новостей и автор представленного на конкурс проекта Юлия Сергеевна Кольцова. Давайте поаплодируем нашим победителям. Юлия Сергеевна, скажете что-то, да? Конечно, очень волнительно. Вы меня простите, голос будет дрожать. Я хочу поблагодарить за такую высокую оценку, если я не ошибаюсь. Среди региональных ТВ наше «Десятый канал», «Десятка», «Новокузнецкое телевидение» было единственным в этом году. Ребят, наша команда, Наталья Устюгова, Александр Пятницкий. Простите, все, забываю. Я вами очень горжусь. Приз взяла, скоро привезу. Центр «Мой бизнес в Кузбассе», благодаря которым и в поддержке с ними мы реализовали этот проект. Мы выиграли эту номинацию с проектом «Не твой бизнес». По моему мнению, он получился классным и не только и не столько классным, сколько полезным. Мне кажется, его нужно посмотреть. Мы помогали предпринимателям, но помогли, мне кажется, не только нашим участникам, предпринимателям, а еще и зрителям, которые смотрели этот проект, которые также, может быть, являются предпринимателями или хотят ими стать. Если они посмотрят, и когда они посмотрели этот проект, мне кажется, они увидели, с чего можно начать, каким пунктом можно следовать и к чему в итоге прийти. Спасибо за высокую оценку. Юлия Сергеевна, мы желаем вам федерального размаха с этим проектом. За грамотное и профессиональное освещение социально-экономических задач, стоящих перед регионом и особенности ее экономического развития в номинации «Лучшие региональные средства массовой информации» награждается информационное агентство Коми-Информ, город Сыктывакар. Уверена, что освещение темы экономическое возрождение России сегодня как никогда актуально и востребовано. Работаем дальше. Вместе у нас все получится. Коми-Информ, город Сыктывкар. Диплом и приз получает руководитель агентства Александра Васильевна Бушуева. Александра Васильевна, вам слово. Эта награда, конечно, огромный кредит доверия, но и стимул, и смысл работать дальше. Как я уже сказала, вместе у нас все получится. Новых вам побед! За особый вклад в освещение вопросов предпринимательской деятельности в регионе обстоятельное раскрытие юридических, бухгалтерских, финансовых и иных проблем ведения бизнеса в номинации «Лучшие региональные средства массовой информации» награждается журнал ДОП-Офис «Город Калуга». Внимание на экран. Без качественной, ответственной журналистики общественное развитие невозможно ни в социальной сфере, ни в экономической. Помните, пожалуйста, об этом, когда в следующий раз будете общаться с журналистом, не забывайте говорить этим людям спасибо за то, что они делают. Диплом победителя и приз получает главный редактор журнала Иван Викторович Романов. Благодарю всех организаторов конкурса, организаторов сегодняшнего форума. Форум был действительно интересный. Я участвовал в первой секции, там был остро обозначен конфликт между молодыми и старыми профессионалами в медиа. Я решительно восстаю против такой постановки вопроса, поскольку считаю, что не важно, сколько времени ты провел в столовой, важно, сколько беляшей ты съел. И те, кого сегодня называют молодыми профессионалами, которые собираются смести нас, значит, с лица земли, они рано или поздно столкнутся ровно с теми же самыми беляшами, которых мы уже наелись. Еще раз всем спасибо. Хорошее чувство юмора всегда выручала журналистам. Поздравляем коллегу. Жюри конкурса также приняло решение отметить диплом ТПП РФ и Союза журналистов России за вклад в развитие деловой журналистики в регионе газету «Скопинский вестник», город Рязань. Просим визитку. Мы пишем о людях и для людей. И наши читатели это ценят. Мы получаем массу откликов, предложений, пожеланий, добрых слов за свою работу. Диплом получает шеф-редактор газеты Наталья Николаевна Исаева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если хотите, полминуты славы, нет? Мне хочется всем коллегам-журналистам пожелать терпения, чувства юмора, оптимизма и крепкого здоровья. Без этого, наверное, в нашей профессии сложно. Спасибо всем, всем удачи. Спасибо большое. Я благодарю вас, уважаемые коллеги, Максим Альберт Владимирович. И мы давайте обратимся вновь к хроникальным кадрам и посмотрим, как развивалась СМИ в Тамбовской области. Внимание на экран. Средства массовой информации в Тамбовской области представлены во всех городах и поселках и включают огромное разнообразие телевизионных, печатных и сетевых СМИ. Самая богатая история в области у Тамбовских печатных изданий. Большинство из них насчитывают чуть ли не вековую историю, продолжают активно развиваться и идти в ногу со временем. Яркий пример – старейшая газета Тамбовщиной «Жердевские новости», которая отметила свое 90-летие в самом расцвете творческих сил. 90 лет в диалоге с читателем – завидная для газеты судьба, с которой связана жизнь нескольких поколений города и района. Газета вышла 5 мая 1931 года под названием «Колхозная заря». С тех пор она не прерывала свою работу, поменяв лишь однажды название на «Ленинское знамя», а после – на «Жердевские новости». Все эти годы газета стремилась доносить до читателей все разнообразие жизни города и района, учитывала интересы и пожелания жердевцев, старалась быть нужной и полезной, за что и полюбилась ее читателем. 20-летний юбилей отметила газета «Наш город Тамбов», которая со дня основания в 2001 году стремилась отражать жизнь города, меняться и совершенствоваться вместе с ним. Коллектив редакции старался сделать из официального публикатора читаемую, содержательную и интересную для горожан газету. На 16 полосах формата А3 журналисты и обозреватели издания каждую неделю предлагали тамбовчанам, наряду с выступлениями первых лиц, репортажи и интервью, аналитические материалы по актуальным на тот период времени темам. В третье десятилетие газета вступает с обновленным дизайном и новыми планами. Практически все печатные СМИ Тамбовщины и старейшие, и издания «Новой волны» образованы в революционные годы начала прошлого века или в перестроечные годы конца века, в нестабильные и переменчивые периоды истории страны. Но преодолевая трудности, газеты создавались, развивались и шли вперед, демонстрируя яркий пример настойчивости и упорства СМИ. Какое разнообразие в Тамбовской области! Представляю, какое-то удовольствие пошуршать газеты с утра или вечером. Мы продолжаем. Для вручения наград на сцену приглашаются декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Леонидовна Вартанова и заместитель председателя правления Банка Международный финансовый клуб Анатолий Григорьевич Хвостиков. Елена Леонидовна, очень ждем приветственное слово в адрес наших лауреатов и победителей. Спасибо большое. Мне кажется, замечательной эта площадка. Если верить прекрасному объявлению, то это 28-й конкурс. Нам кажется, что это вся жизнь. Потому что за 28 лет действительно экономическая журналистика, деловая журналистика из отдельного тематического направления превратилась в самостоятельную, очень влиятельную и нужную всем область. И благодаря нашему с вами конкурсу, который мы поддерживаем всячески, эта журналистика имеет уже свои стандарты, уже свои высоты. Каждый год мы определяем лучших журналистов и каждый год мы с вами показываем пример в том числе и молодым ребятам, студентам, которые приходят в эту область и равняются на лучших, равняются на мастеров. Хотела Ивану ответить. Мы не про молодых, мы про новых говорим. И вот, наверное, это доминанта, что мы все время с вами должны искать новые стандарты и какие-то новые высоты. Это очень важная доминанта. Я рада, что сегодня меня поддержали наши студенты, они пришли и на дискуссию в нашу секцию и сейчас сидят здесь. Я хочу вам сказать, ребята, вы когда выбираете направление в журналистике, в котором вы хотите специализироваться, обратите внимание на деловую. Это серьезное направление и более того, это направление, которое поддерживается журналистским сообществом, торгово-промышленной палатой. Это направление, которое востребовано индустрией и обществом. Поэтому я думаю, что мы вместе с молодыми и новыми будем всячески развивать журналистику деловую, экономическую, качественную. Потому что это всегда деловая журналистика, это всегда синоним качественной журналистики. Глена Леонидовна, я вам обещаю, здесь сидят и мои студенты журфака. Я проведу агит работы на своих занятиях. У нас общие, да. Лучшие у нас общие. Да, лучшие, правда. Дорогие друзья, я присоединяюсь к словам чудесным моего коллеги Елены Леонидовны, с которым мы уже не один год в паре работали. Без вас я бы и не хотела никому вручать. Вместе чествуем и поздравляем победителей. Желаю вам успехов, радости, новых творческих побед, интересных проектов. И вот, как было уже сказано, проектов, которых ждут простые люди. Поздравляю от всей души. Ну а мы переходим к вручению наград в номинации «Лучшие индивидуальные публикации в печатных и интернет-СМИ, теле- и радиопередаче». За высокий профессионализм, аналитический подход, при подготовке материалов и широту освещаемых тем в сфере экономического развития региона дипломом победителя и призом награждается журналист областной газеты «Красный Север» Алексей Борисович Третьяков. Город Вологда. Наши журналисты рассказывают прежде всего о людях, о тех проблемах, которые их волнуют, и о том, как они решаются. Мы рассказываем также и о работе региональной власти. И, конечно же, большое внимание на наших страницах мы уделяем теме экономики и поддержке бизнеса. Ждем победителя на сцене. Алексей Борисович, хотите несколько слов сказать? Я очень благодарен организаторам за этот конкурс. Здорово быть причастным к такому большому проекту, большому делу. Эта награда, я считаю, не только моя, но и всей нашей редакции, поскольку работа у нас коллективная. Хочу поздравить всех своих коллег. Ну и экономическое возрождение России, это очень важно, это то, что нам сегодня очень необходимо. Спасибо еще раз. Поздравляем за цикл материалов, опубликованных в рамках проекта года «Моя ферма от мечты к реальности», о людях села и программах государственной поддержки для начинающих предпринимателей и о многом другом. Диплом победителей и приз получает редактор отдела газеты «В краю родном» Таровкова Ирина Александровна, город Елец, Липецкой области. Я очень рада, что победила в конкурсе. Эта победа и награда дают возможности развиваться мне дальше, как журналист, и придумывать новые идеи в будущем. Ждем победителя на сцене. Редактор субтитров А.Семкин Спасибо большое членам жюри, извините, волнуюсь, за такую высокую оценку. Я в первый раз на таком федеральном конкурсе выиграла и в первый раз вообще в Москве, поэтому очень волнуюсь. Большое спасибо нашей торгово-промышленной палате, центру «Мой бизнес», который у нас реально развивает экономическое возрождение нашего региона. Спасибо коллегам за такой замечательный форум и вообще организацию церемонии. И, конечно, моим героям, которые настоящие труженьки села. Спасибо. Спасибо вам. Вы наши настоящие герои. За цикл статей о предпринимателях и предприятиях региона, за проявленный профессионализм и заинтересованность при подготовке материалов. Дипломом победителя и призом награждается редактор отдела газеты «Всеволжские вести» Авсипян Ирэн Сергеевна. Город Всеволжск. Внимание на экран. Веду две экономические рубрики «Дело-время» и «Сделано у нас». Пишу о предпринимателях и предприятиях. Арина Сергеевна, поднимайтесь к нам на сцену. Очень волнуются у нас победители. Давайте их аплодисментами поддержим. Арина Сергеевна, вы моя тезка. Скажите за нас. Хорошо. Ну, я бы хотела вначале сказать, что рубрика «Сделано у нас» появилась благодаря нашему главному редактору Вере Алексеевне Тумановой. И хотела еще сказать, что «Всеволжский район» известен своими такими предприятиями, как «Аристон», «Нокиян Тайрс», «Северсталь». Так что у нас много таких известных предприятий и предпринимателей. А во время пандемии возникла идея написать, как выживают эти предприятия, несмотря на сложную ситуацию. Поэтому спасибо вам, что оценили так высоко статьи. А теперь будете писать, как выживают, несмотря на санкции. Да. Да, сейчас уже началось. То есть материала много. Да. Спасибо вам большое. И предприятий тоже очень много. Да, значит, очередные победы не за горами. За широкое и обстоятельное освещение вопросов развития малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, финансовой сферы, цифровой экономики, экспортной деятельности бизнеса и многого другого, дипломом победителей призом награждается специальный корреспондент газеты «Сурские просторы» Пескунов Виктор Георгиевич. Пензенский район, Пензенская область. Внимание на экран. Как приверженцы качественной журналистики, мы сознательно отвергли такие веяния в нашей профессии, как «информирую», «развлекаю». Герои наших материалов серьезные люди, и мы стараемся говорить с ними на одном языке. Ждем победителя. Поднимайтесь, пожалуйста, к нам на сцену. А приз ждет вас. Цветы, дипломы, такие приятные подарки получают наши победители. Пожалуйста, давайте еще раз поаплодируем всем нашим победителям. Ох, любит троицу, еще приеду. Да, я знаю, да. В смысле, в следующем году. Да, вы были у нас. Спасибо. Поздравляем. За высокопрофессиональные и обстоятельные новостные сюжеты об экономической жизни региона, интересные подборы, подачи материалов. Дипломом победителей и призом награждается корреспондент телеканала ГУП ТРК «Башкортостан» Азад Камилович Садрыев. Город Уфа. Внимание на экран. Быть именно в центре событий – это мое призвание. И очень приятно, что материалы, которые я делаю, выпускаю в эфир, которые смотрят зрители, высоко оцениваются и на федеральном уровне. Выбегайте к нам. На сцену. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Внимание на экран! В газете «Тагильские рабочие», являющимся родоначальником печатной прессы в городе, в прошлом году исполнилось 115 лет, и она по-прежнему является важным источником информации для горожан. Газета хранит традиции и историю своего издания, ее ценят за информативность и взвешенный подход к освещению городских новостей. В этом году газета «Уралвагонзавода-машиностроитель» отмечает 90 лет со дня основания. Она старше завода на 4 года. Первые ее выпуски рассказывали о строительстве «Уралвагонзавода», а сейчас она признана лучшим корпоративным СМИ Свердловской области. В начале 1990-х в Нижнем Тагиле стало зарождаться телевидение. С 30 августа 1990 года в городе начал вещать телеканал «Тагил-ТВ». Профессиональных тележурналистов и операторов в городе не было. Приходилось формировать собственных специалистов. Журналистов и операторов искали во дворцах культуры и домах творчества. В 2015 году впервые в истории тагильского телевидения «Тагил-ТВ» запустил в эфир собственный круглосуточный канал «Тагил-ТВ-24». Сейчас в Нижнем Тагиле порядка 10 печатных изданий, 2 телеканала и 2 десятка городских информационных порталов. Дорогие коллеги, мы продолжаем. Для вручения наград в номинации «Лучшие индивидуальные публикации в печатных и интернет-СМИ теле- и радиопередачи» на сцену приглашаются первый заместитель генерального директора ПАО «Фосагра» Лоиков Сирот Шахматбекович и генеральный директор Акционерного общества «Экспоцентр» Алексей Григорьевич Вялкин. Микрофон в вашем распоряжении. Добрый день, дорогие друзья. Поздравляю лауреатов и победителей этого замечательного конкурса. Знаете, в прошлом году в «Экспоцентре» мы провели 84 международные отраслевые выставки, в рамках которых прошло более 800 деловых мероприятий. И я хотел сказать огромное спасибо федеральным и региональным средствам массовой информации за ту поддержку в той работе по освещению и продвижению тех мероприятий, которые мы вместе с вами при вашей поддержке провели. Я вас заверяю, что вам и впредь будет работать на нашей площадке максимально комфортно, и беляши у нас очень вкусные. Спасибо большое. Вначале хотелось, Сергей Николаевич, поблагодарить вас за возможность группы компании «Фосагра» быть причастным к такому важному конкурсу. Для нас это очень важно. И пока еще не забыл жюри. Спасибо большое за титанический труд, потому что представляю, сколько работ было интереснее, как было сложно выбрать. Но пока еще не забыл, коллега сказал, что в следующий раз, когда увидите журналистов, не забудьте сказать им спасибо. В этом зале Высшая лига деловой журналистики России, поэтому спасибо вам большое. Потому что не знаю, когда еще увидимся в следующий раз, наверное, через год, но каждый год буду говорить вам спасибо большое. А для победителей, лауреатов, даже те, кто участвовали, но немножко не хватило до победы, я считаю, что признание или участие в этом конкурсе – это будет неким важным стимулом для того, чтобы достичь следующего уровня в своей профессиональной карьере. Для нас это очень важно. Мы даже учредили отдельную номинацию за освещение развития агропромышленного комплекса. И считаем, что для нас очень важно, чтобы журналистика развивалась не только на федеральном, и на региональном, но и на районных, сельских местностях. Потому что важно нам получать бизнесу информацию, и самое важное – еще обратную связь, объективную, профессиональную от вас, от сообщества журналистов, которые, мы считаем, являются наиболее объективными и непредвзятыми. Спасибо большое. И мы продолжаем. Вручаем награды в номинации лучшей индивидуальной публикации в печатных интернет-сми, теле- и радиопередаче. За информационно-аналитическую программу, интересно рассказывающую о том, как устроен бизнес по нефтедобыче в Оренбурге, диплом победителей и приз получает шеф-редактор телеканала ЮТВ, автор и ведущий телепрограммы «Как добывается черное золото в Оренбурге». Проект «Работаем» телеканала ЮТВ. Чернов Алексей Вячеславович. Город Оренбург. Региональная журналистика все-таки жива, и она довольно сильная. Как минимум у нас в Оренбургской области очень сильная конкуренция среди СМИ за аудиторию, за эфирное время, за показы, за просмотры. Мы очень сильно за это боремся. Ждем победителя на сцене. Я думаю, коллеги-журналисты меня поймут, что иногда тяжело ломать учредителя на командировку в Москву. А вот благодаря таким конкурсам как раз круто приезжаешь, дарят цветы, еще рассказывают, как надо журналистика заниматься. Спасибо большое. Но вы-то не первый раз в Москве? Ну нет, не первый, но вот за дипломом первый раз приехал. И цветы мне первый раз подарили. Вот опять же чувство юмора наше все. Мы продолжаем. За деловую радиопрограмму «Важные птицы», в которой разбираются проблемы бизнеса и лучшие предпринимательские практики, дипломом победителей и призом награждается автор ведущей программы, заместитель редактора по радио Екатеринбургского филиала «Комсомольской правды» Варакина Людмила Владимировна. Для меня очень важно рассказать о том, чем занимаются предприниматели даже в самых маленьких урельских деревнях. Мне кажется, современная журналистика – это не про хайп и не про жалтизну. Журналистика – это о людях и для людей. Золотые слова. Поднимайтесь, пожалуйста, Людмила Владимировна, к нам на сцену. Букет прямо идеально гармонирует с вашим костюмом. Вы знаете, я сейчас смотрела ролик, который вот только что показывали про СМИ Нижнего Тагила, я чуть не заплакала, потому что я тагильчанка, я приехала из этого города. Я горжусь тем, что я родилась в этом замечательном городе. И вы знаете, самое-то интересное, что первое место работы – это газета «Машиностроитель» Уралвагонзавода. Первая моя запись трудовой книжки – именно газета «Машиностроитель». Работала я и в «Тагильском рабочем», работала я и на муниципальном телевидении «Тагил-ТВ», репортером, ведущей новостей, но и директором этого самого муниципального телеканала. Сейчас я редактор и программный директор «Радио Комсомольская правда» в Екатеринбурге. И вы знаете, вот я смотрела вот эти все ролики, я смотрела на моих коллег, которые выступали до меня, которым вручали вот такие и другие замечательные призы. И вы знаете, вот эти талантливые люди, невероятные талантливые люди, люди, наверное, говорят о том, что журналистика действительно у нас не умерла, журналистика у нас существует, и мы пишем, как я сказала, и говорим, и снимаем не только про желтые какие-то темы, но и в том числе и про экономические, потому что благодаря героям наших программ, наших публикаций, люди узнают, что происходит. Вы знаете, я ведь не только журналист, когда-то я пять лет была исполнительным директором Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. Это такая самая большая, крупная бизнес-организация нашего Среднего Урала. Она была создана еще до того, как появилась и деловая Россия, и опора Россия. И вот могу сказать, что мне это очень помогает, потому что я изнутри знаю, чем занимаются предприниматели. А что касается Уральской торгово-промышленной палаты, то, безусловно, мы с ней работаем и сотрудничаем. И моя программа на радио «Комсомольская правда», которая существует с июня 2016 года, программа о бизнесе «Важные птицы», это программа не о звездах шоу-бизнеса. Это программа о тех, кто шьет платье, печет хлеб. Это программа о тех, кто даже в самых маленьких деревнях занимается делом. И я уверена, что мои коллеги, которые сидят в этом зале и которые находятся там за кадром, потому что СМИ, которые вот здесь присутствовали, это же огромные-огромные коллективы, которые делают вот это самое дело. Так вот, я хочу сказать, что мы с вами вообще молодцы, потому что благодаря журналистам наши читатели, слушатели и зрители узнают о том, что у нас есть бизнес-предприниматели, которые, несмотря и вопреки разным проблемам, живут и занимаются вот этим самым возрождением России. Спасибо вам большое. Спасибо. Действительно широкий охват регионов сегодня здесь представлен, и наши журналисты вдвойне герои, потому что они добрались, сейчас вы поймете, о чем я, за грамотное и обстоятельное освещение проблем малого и среднего бизнеса Дальнего Востока в условиях пандемии дипломом победителя и призом награждается экономический обозреватель информационного агентства «Прима-медиа» комиссарова Наталья Александровна. Город Владивосток. Для меня журналистика, наверное, как и для многих, это новые знакомства, новые знания, новые интересные места. Благодаря своим многочисленным командировкам я посетила практически все регионы Дальнего Востока, кроме Чукотки, но, надеюсь, я туда тоже когда-нибудь доберусь. Победа для меня стала полной неожиданностью. Я очень благодарна, что вы так высоко оценили мой профессионализм. Диплом победителя и приз получает представитель агентства Антон Сергеевич Ефимов. Не вы победитель, но написать-то об этом надо, о победе. Поэтому смотрите в объективы, в ходе камер. Большое спасибо за высокую оценку работы моей коллеги. За серию интересных и профессионально написанных статей о предпринимателях региона, их проблемах и успехах, дипломом победителя и призом награждается выпускающий редактор интернет-газеты «Текст» Синичкина Алина Исламовна. Город Пермь. В нашей газете мы часто пишем о людях и проектах, которые они создают. Мы искренне гордимся нашими героями и восхищаемся их смелостью, приприимчивостью, их талантами. Хотелось бы поблагодарить организаторов конкурса и жюри за возможность рассказать о этих замечательных проектах наиболее широкой аудитории. Диплом победителя и приз завтра получает президент Пермской ТПП Жданов Олег Михайлович. Диплом покажите. Конечно, да. Вам слово. Уважаемые журналисты, хотел действительно всех вас поблагодарить за то, что вы пишете, за то, что вы анализируете, за то, что вы помогаете нам, вот Сергей Николаевич сказал уже, продвигать наши идеи в органы власти, потому что одно дело мы сказали, другое дело интернет написал. У нас тоже есть на кого ссылаться. Поэтому я хочу сказать, что Алина в прошлом году стала победителем у нас регионального конкурса в этой же номинации. У нас такой региональный конкурс проходит, и мы активно взаимодействуем с союзом журналистов. И просто гордый, что у нас вот такие профессиональные люди. Я, конечно, подарок обязательно Алине довезу, а если вы не задержаете, я бы укет вам вручил. Ой, спасибо большое. Все ждала, когда же, когда же. Спасибо большое, спасибо. Ну что, стабильность, признак мастерства. Большой привет Алине и новых побед. А мы продолжаем. Дорогие друзья, в прошлом году компания ФосАгро совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации учредила специальную номинацию за освещение работы российского АПК. И в этом году в этой номинации у нас два победителя. За серию статей о сельском хозяйстве в Ставропольском крае, о крестьянско-фермерских хозяйствах, о посевных компаниях в области и предпринимателях, работающих на земле, победителем в номинации за освещение работы российского АПК объявляется корреспондент газеты «Приманыческие степи» Золотарева Галина Васильевна. Подождите. Апанасенковский район Ставропольского края. Очень сложное название. На вопрос, что значит для меня журналистика, сложно ответить однозначно. И прежде всего, это возможность быть в курсе важных событий, происходящих в нашем Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края. А еще неугасающий поток энергии, новые знакомства, новые познания. Галина Васильевна, смелее поднимайтесь на сцену. Я хочу выразить слова огромной благодарности членам жюри за то, что оценили столь высоко мои работы. Мне вдвойне, наверное, приятно стоять на этой сцене, потому что у меня нет журналистского образования. Тем не менее, 16 лет работаю в этой сфере и получаю огромное, колоссальное просто удовольствие от своей работы, от встречи с людьми, от того, что, надеюсь, кому-то принесла, ну, хотя бы маленькую пользу. Спасибо огромное. Поздравляем. Приманыческие степи Галины Васильевны Золотарева, Апанасенковский район Ставропольского края. А то неудобно перед студентами. Как же так? Сама дикцию учу. Хорошо, исправим. За рассказ об истории успеха предпринимателей, братьев Чебурашкиных, пришедших в молочное животноводство из горнорудной промышленности, победителем в номинации за освещение работы российского АПК, также объявляется заместитель главного редактора телекомпании «Вечерний Дмитров» Рой Евгений Александрович. Город Дмитров. Сегодня поддержка отечественного бизнеса как никогда важна, в том числе информационная поддержка. И мы и впредь собираемся работать в данном направлении. Извините, не про АПК. Вчера снимал на предприятии одном из лидеров России по термоплитке. И спросил у коммерческого директора, естественно, вот все эти времена, как вы воспринимаете и так далее. Но она говорит, смотрите, с Урала ушли японцы, корейцы уходят из Сибири. У нас свободные ниши. У нас все хорошо. Они, кстати, вот, интересно, не буду называть, чтобы не рекламировать. Они ни рубля не взяли на развитие. Они вот постепенно с малого предприятия сейчас до группы компаний доросли за счет своих средств. И сейчас у них в планах удвоить свои площади за счет своих средств как раз к уходу японцев. Я к тому, что наша работа, журналистов, в чем? Поддерживать предпринимателей, которые смотрят на мир оптимистично. Спасибо большое, Сирот Ахмат Бетович. Алексей Григорьевич, я вас тоже благодарю. Пожалуйста, занимайте места в зрительном зале. Но мы еще не заканчиваем. У нас еще впереди много номинантов и победителей. А пока посмотрим, как работают наши коллеги в Курской области. Внимание на экран. Город Курск, столица Соловьиного края, старше Москвы. Впервые как крупный торговый центр упоминается в житии Феодосия Печерского еще в 1032 году. Регион знаменит черноземом и урожайами. Курской магнитной аномалией – мощнейшим железорудным бассейном в мире. Курская АЭС, ведь она дает энергию в 19 субъекта страны. А также большим количеством торговых центров. Работают частные и государственные СМИ, муниципальные и федеральные. Более 70 средств массовой информации сотрудничают с Региональным союзом журналистов России. А еще занимаются творчеством блогеры, развиваются независимые интернет-площадки и телеграм-каналы. По итогам 2021 года куряне подали на конкурс «Экономическое возрождение России» 25 заявок, около сотни материалов. Среди них есть отраслевики, отвечающие за корпоративный пиар, а также за рекомендовавшиеся профессионалами юбиляры. 30 лет исполнилась газете «Золотухинская жизнь». По 20 – изданием «Маяк», «Знамя Победы», «Слово народа» и «Народная газета». А также одному из лидеров регионального вещания – телеканалу «Сейм», который, помимо традиционного эфира, проводит трансляции главных событий региона, продвигает новости в интернете, в частности, в социальных сетях. 10 лет празднует первое интернет-телевидение «46 ТВ», которое на протяжении нескольких лет остается в топе по посещаемости ресурса. Пятилетие празднует издание «Курские известия». Периодику можно увидеть на кассах магазинов. Также журналисты осваивают новые форматы, снимая и монтируя видеоконтент для соцсетей. Все авторы, пишущие, снимающие и монтирующие, адаптируются к рынку и запросу аудитории. Неизменным остается только объективное внимание к событиям. Мы продолжаем. Для вручения дипломов ТПРФ и Союза журналистов России на сцену приглашаются председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере медиакоммуникации Игорь Витальевич Потоцкий и директор дирекции специальных проектов телекомпании «Общественное телевидение России» Сергей Леонидович Ломакин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как всегда великолепно выглядит. Вот вам лицо торгово-промышленной палаты, друзья. А между прочим, это мой первый руководитель, кто не знает. И начинала я тоже в деловых СМИ. Деловая Москва, канал ТВ-Центр. Так что люблю вас. Много лет. Я прошу прощения. Вы уж извините меня, поделюсь сокровенным. Я, знаете, убеждён был всегда, остаюсь убеждённым и сегодня. И надеюсь, что никогда не отойду от своего убеждения. Мне кажется, что любой журналист, радищик ли он, телевизионщик, работает ли он в интернете или в газете, или в информационном агентстве, неважно. Как профессия. Должен преследовать две цели. Сойдясь за работу. Первый, он должен стремиться к истине. Он должен докопаться, обязан докопаться до сути того, о чём он будет рассказывать своим читателям, зрителям, слушателям. И второй, как это ни странно звучит, он должен стремиться к красоте. Это немножко странно выглядит, но ведь дело в том, что как будет подан материал, от этого в многом зависит от того, как его воспримут, воспримет аудитория. Он должен быть подан красиво, ярко, эффектно. В этом и есть, собственно, искусство нашей профессии. Я, когда наблюдал сейчас за тем, что происходило на этой сцене, когда приветствовали победителей, и когда они искренне говорили о своей любви и преклонении перед профессией, мне показалось, что это очень хорошо. Но, к сожалению, часто бывает, что журналисты поверхностно идут по теме. Я желаю всем вам, дорогие друзья, стать истинными специалистами каждого в своей отрасли. Если вы избрали деловую журналистику, вы должны стать, ну, если, может быть, не умнее, то, по крайней мере, на один уровень с серьёзными экономистами, экономистами, которые рассуждают о том, что происходит в этом мире с опломом и с определёнными знаниями. Желаю вам, друзья, успеха и желаю вам учиться каждый день. Учиться, учиться и учиться. Почти как Ленин. Извините. Коллеги, ну, после такого эмоционального обращения я хочу немножко дёгтя добавить. Мы не первый раз здесь, Сергей Леонидович, мы стоим на этой сцене. Я уже об этом говорил и ещё буду говорить. Быть экономическим журналистом трудно. Всегда. Вот что бы ни происходило. Когда всё хорошо, вас читать скучно. Когда всё плохо, вас читать неприятно. Когда нужна поддержка, вы её получите не в первую очередь, потому что вы не пищевая промышленность. Но вы почему-то, зная всё это, выбираете эту профессию и остаётесь в ней. Я желаю вам оставаться людьми, которые преданы этому делу, для того, чтобы мы могли вами гордиться. Спасибо вам за вашу работу. И мы продолжаем награждение. За обстоятельное и интересное освещение на страницах издания всех сторон проведения конгрессов и деловых мероприятий в стране и за рубежом, а также проблемы и задач всей отрасли в целом, в номинации «Лучшие отраслевые средства массовой информации» награждается аналитический журнал «Конгресс Тайм» город Санкт-Петербург. Внимание на экран. Журнал «Конгресс Тайм» существует с 2015 года. В 2020 году мы полностью провели ребрендинг издания. И на сегодняшний день это единственное аналитическое печатное издание для ивент-индустрии. Диплом победителей и приз получает главный редактор издания Дарья Аркадьевна Островская. Уважаемые коллеги, у нас фотографы здесь в большей мере, поэтому давайте чуть-чуть сюда мы переместимся на эту половину сцены. Наслаждайтесь, Сергей Леонидович. Я знаю, что вы обожаете красивых женщин. Да? Наверное, что-то, да? Скажите нам. Да, коллеги, добрый вечер. Вы знаете, задача конгрессно-выставочной индустрии любого мероприятия — это поддерживать бизнес. А наша задача, как отраслевого издания, поддерживать тех, кто создаёт всё это большое количество мероприятий, поддерживает, собственно, в свою очередь, бизнес. Поэтому я благодарю жюри за высокую оценку и доверие к нам. Ну и мы продолжаем работать на благо событий на индустрии России. Спасибо. Жюри конкурса также приняло решение отметить дипломом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России за вклад в развитие деловой журналистики в регионе отраслевое сетевое издание охлебе.ру, город Санкт-Петербург. Внимание на экран. Мы уже больше года занимаемся тем, что в своём СМИ объединяем хлебопёков, кондитеров и всех участников рынка. Диплом получает главный редактор Полина Игоревна Макаренко. Фотография на память. Полина Игоревна, поскольку вы пишете о хлебе, скажите нам, пожалуйста, всех сейчас волнует вопрос, дефицита же не будет. Всё будет хорошо. Отлично. Я бы хотела рассказать одну маленькую историю. Мы приняли на работу год назад молодую журналистку, и я через пару дней спросила её, ну как у тебя дела, как тебе пишется, что тебя удивило и поразило. Она мне сказала, ты знаешь, меня удивило, что в хлебопечении вообще есть какие-то новости. Ну мы действительно пишем про хлебопекарную индустрию уже второй год. Это не всегда просто, но у меня самая лучшая в мире команда, у нас лучшие в мире читатели, и мы пишем для хлебопеков всей России. Спасибо. Для тех, кто дома в хлебопечке печёт, тоже можно почитать? Ну, в общем, конечно, можно, да. Но больше про больших. Понятно. Но интересно будет узнать, может быть, сорта муки какие-то новые, ещё что-то. Читать о хлебе беру. Которые хорошо зарекомендовали себя в самом начале своего профессионального пути и достигли за короткий срок ощутимых результатов. За цикл статей, которые рассказывают о возможностях, которые предоставляют курским предпринимателям меры поддержки в виде социального контракта и удачных примерах использования такой возможности, диплом и приз победителя в номинации «Успешный старт» получает редактор отдела газеты «Городские известия» Мартыненко Анастасия Анатольевна. Город Курск. Я хочу сказать спасибо всем, кто помог мне состояться в профессии, в особенности моей тети, которая привела мою журналистику. И я надеюсь, что эта награда станет одной из многих последующих, которые в будущем мне ещё придётся получить. Анастасия Анатольевна, поднимайтесь, пожалуйста, на сцену. Анастасия Анатольевна, поднимайтесь, пожалуйста, на сцену. Вообще не люблю разговаривать, писать мне получается гораздо лучше, но хотелось бы расширить географию конкурса. До Владивостока мы уже доехали, и я хотела бы разделить эту награду между Курской областью, в которой я работаю, с Камчатским краем, в котором я родилась. Спасибо большое. Анастасия Анатольевна. В номинации «Лучшие средства массовой информации в системе торгово-промышленных палат России» дипломом награждается «Деловой Тамбов» – журнал Тамбовской областной ТПП. Город Тамбов. Внимание на экран. В прошлом году мы отметили 15-летие нашего издания и полностью переформатировали его, увеличили полосность, изменили дизайн и подход к подаче материала. Наши партнеры, наши авторы подхватили нашу инициативу, и благодаря этому журнал стал совершенно другим, новым, современным. Диплом получает главный редактор издания и президент Тамбовской ТПП Елена Александровна Воронина. Диплом получает главный редактор издания и президента Тамбовской областной ТПП Елена Александровна Воронина. Несмотря на то, что сейчас печатная пресса переживает не самые лучшие времена, мы не планируем это дело оставлять, потому что для бизнеса он очень нужен. И я надеюсь, что коллеги также это дело будут продолжать, чтобы еще долгие-долгие годы нам соревноваться на таком замечательном конкурсе. Благодарю за доверие, благодарю за оценку, очень-очень рада, счастлива. Спасибо, Светлана Воронина. Поздравляем. Как вы знаете, важную роль в системе ТПП страны играют пресс-секретари и сотрудники информационных служб ПАЛАТ, без активной работы которых не было бы не только сегодняшнего конкурса, но и активного взаимодействия бизнеса со СМИ, продвижения в СМИ и популяризации деятельности ПАЛАТ и стоящих перед бизнесом задач. Лучшие из них ежегодно отмечаются специальные номинации конкурса «Лучший пресс-секретарь», специалист по связям с общественностью и работе со СМИ в системе ТПП. В этом году за высокий профессионализм, многофункциональность и творческий подход к работе победителем стал руководитель пресс-службы Союза «Кузбасская ТПП» Александр Сергеевич Барбачаков. Все интересные информационные поводы, темы, размышления, решения, дискуссии – все это рождается прежде всего в нашей бизнес-среде и в наших подразделениях. И задача ПАЛАТ-специалиста – все это объективно и доступно перенести в большое информационное поле. Давайте поаплодируем всем победителям. Уважаемые коллеги, хочу сказать, что в последнее время очень часто приходится слышать такое клише, что IT-специалисты – это новая нефть. А разве вот в наших непростых условиях медиа-сообщество не является такой же новой нефтью? Потому что, во-первых, это акторы гражданского общества, люди, которые умеют слышать, видеть, отражать реалии, формировать медиа-реальность, катализировать, наконец, экономическую, политическую и деловую повестку. И очень важно, что мы этим конкурсом поддерживаем наше медиа-сообщество и думаем о том, как его сохранить для будущих поколений. Спасибо. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Игорь Леонидович, спасибо большое вам. Спасибо всем. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, мои удачи. Ждем в следующем году сюда. Всех. Всех. Ну а мы продолжаем знакомиться с коллегами из разных регионов страны. И на этот раз нас ждет видеорепортаж из газеты «Знаменка». Внимание на экран. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...